Здравствуйте! Высота 102 с новостями Волгограда и области. Тема дня. Волгоградцы обсудили пенсионные предложения президента. Несудебные страсти. Адвокат подозреваемого в громком убийстве обещала журналистам разбить камеру. Учись, играя. Волгоградские школьники познакомились с правилами дорожного движения на игровой площадке. Внести изменения в пенсионную реформу предложил сегодня президент России. Пенсионный возраст для женщин, по мнению Владимира Путина, нужно увеличить до 60 лет, а не 63, как предлагалось раньше. А для многодетных матерей предусмотреть досрочный выход на пенсию. В то же время глава государства подчеркнул необходимость перемен. Если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Напротив, они будут неизбежно обесцениваться. Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное обеспечить их устойчивый, опережающий рост. Уже в 2019 году индексация пенсии по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции. Изменения будут происходить постепенно. Предусмотрены и меры поддержки лиц предпенсионного возраста. Видеообращение президента Владимира Путина посмотрели сегодня и многие волгоградцы, а некоторые собрались вместе, чтобы обсудить предложения главы государства. Понимая и озабоченность нашего президента, и озабоченность правительства о том, что-то надо делать, надо менять. В принципе, я согласна с той концепцией, которую озвучивает президент. Я как молодой гражданин, молодой волгоградец, я считаю, что можно и нужно работать честно, чисто, и пенсия будет, и обеспечение материальное будет. И как раз наша задача молодого поколения – работать для того, чтобы обеспечить пенсию нашим старикам. Полностью адекватно, полностью в теме, полностью на злобу дня. Все, что было высказано, это действительно так. Действительно мы не можем с этим затягивать, и все мы это прекрасно понимаем. Действительно, пенсия стариков сегодня, она очень низка, и этой пенсии не хватает, и все мы это прекрасно понимаем. И думаю, что эти изменения, они приведут к увеличению пенсии. Поддержали идеи президента и жители области. В Дубовском районе вместе с местными педагогами его выступление посмотрела депутат Госдумы Анна Кувычко. Те предложения, которые сегодня внес президент, безусловно, важны и для наших избирателей, для наших граждан. Буквально, предметно, отчетливо президент обозначил главные тезисы того, что же должно произойти в ближайшее время. И я бы сказала, что, пожалуй, такой красной нитью через все выступления нашего президента тезис о справедливости был самым основным. Президент, ну я думаю, что четко объяснил необходимость этой реформы, суть этой реформы объяснил, четко, доступно. Ну и самое главное, те проблемы, которые особо волновали, и были спорные, были конфликтные, президент объяснил. Наступление у Путина всегда хорошее. В общем, ну, и намерения, конечно, хорошие, в принципе. Но у нас в стране так бывает, что благие намерения всегда, но получилось, как у Черномырдин говорил. Зачастую так и бывает, вы знаете, прекрасно. Что выйдет, посмотрим. Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Юрия Иванова, друга и соратника покойного Владимира Кадина, началось со скандала. Адвокаты товарища задержанного всячески пытались помешать собравшимся журналистам провести видеосъемку. Вы что, со мной драться, что ли, будете? Это что такое вообще? Угомонитесь. Отойдите. Выключите камеры. Уберите руки свои. Так, а вы тоже туда не идите. Я вам сейчас сама разобраться. Да я сейчас на вас заявление напишу. Да пожалуйста, пишите, сколько вам влезет. Я еще раз говорю, видеозапись только с разрешения судей. Взяли за судей. Ну а вы судья? Только с разрешения судей, а я защитник. Подробности на сайте высоты 102. В классике по правилам дорожного движения и полусу препятствий для велосипедистов сыграли с юными пешеходами сотрудники Волгоградской госавтоинспекции во время профилактической акции Академия детской безопасности. Просто и доступно полицейские объяснили школьникам правила поведения на дороге и рассказали о том, как не попасть под машину в темноте. Кликеры, ребята, это специальные элементы, которые помогут пешеходу стать заметнее в темноте. Ведь скоро сентября месяц, и все мы идем в школу, детский сад. Родителям «Стражи порядка» напомнили о простых правилах, которые помогут уберечь детей от беды. Необходимо объяснять и рассказывать детям о безопасности на дороге, о самых небольших требованиях. Это держать родителей за руку, слушаться старших, смотреть по сторонам, когда подходишь к проезжей части. Ну и, конечно же, обращать внимание на знаки светофора. Лучшие юные знатоки правил дорожного движения получили на память подарки и специальные значки. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова